Вот представьте себе нашу Вселенную. Представьте себе вот этот креативный разум, который создал все в этой Вселенной, все системы. Все эти системы галактики, планет. Биологические и экологические системы. И подумайте о том, как это все вот сочетается. И замечательно работают друг с другом, в сочетании друг с другом. И вот тогда, знаете, стоит подумать, что ведь, ну это же бессмысленно, что мы посланы на эту Землю с этим желанием что-то делать, и при этом якобы у нас нет возможности. У нас есть все необходимое для того, чтобы научиться работать внутри системы. И я надеюсь, что сегодня мы этому научимся. Итак, почему я такое внимание обращаю именно вот на увлеченность, на страсть? Много лет я провел, обучая законопритяжения, о научных основаниях законопритяжения, о техниках. Но вдруг я понял, что, что действительно хотят люди, вот из всей этой темы притяжения, так это жить той жизнью, которую они хотят иметь. И тогда я подумал, так, может быть, надо начинать именно с этого, а не с денег, с домов, с машин. Давайте доберемся до того, что является нашей страстью, нашим увлечением, и затем посмотрим, какие будут результаты. Если вы действительно живете вот такой жизнью своего увлечения, следуйте ему. Если вы не позволяете вот этим ограничивающим вам представлениям остановить вас, то вы увидите, что вы автоматически станете этаким магнитом, который станет притягивать именно вот такую жизнь. И вам не нужно будет уже изучать все эти научные данные и все эти техники. Потому что я верю в то, что именно так это все и должно происходить. Но по всему миру, на протяжении многих поколений, человечество было заражено вот этими всякими ограничивающими представлениями. Но сейчас наступило время, когда мы знаем, что нужно делать, и мы можем это изменить. Итак, давайте мы разберемся, что же такое вот увлечение, страсть, увлеченность. Словарь определяет это понятие следующим образом. Сильная привязанность, энтузиазм или желание чего-то. То есть это внутри нас, это естественно, это то, что нас наполняет. А почему это у нас есть? Почему у нас есть эти дары, эти способности? Это ответ на тот вопрос, который люди всегда задавали. А для чего мы здесь? Почему я на этой земле? Какова цель моего пребывания здесь? Ну, это так просто, это в вас запрограммировано. Становитесь тем, кем вы призваны быть. И не станьте все эти причины приводить, почему вы не можете. Вы можете очень любить музыку в Вене. Вы можете очень любить свою работу, которую вы делаете. Может быть, вы любите путешествовать. Или, может быть, вы писатель. Или просто любите свою семью. Не имеет значения. Главное, что это ваше увлечение, ваша страсть. И дело в том, что чем и что бы это ни было, вы пришли на эту землю для того, чтобы это сделать. И когда вы это делаете, когда вы следуете за своим увлечением, за своей страстью, вы увидите, что она будет расти, она будет увеличиваться. И как они делают, ваша импакт, как человеческий человек на этой планете, тоже растет. И тогда вместе с ней будет расти то влияние, которое вы, как человек, оказываете на эту жизнь, на эту землю, на этих людей. Но если вы не сделаете этот свой первый шаг, чтобы выйти оттуда, где вы сейчас находитесь, то вы никогда не придете туда, где и находится эта ваша огромная мечта, ваше видение. Итак, как же произошло так, что мы перестали мечтать, мы перестали увлекаться? Когда мы еще дети, то мы радуемся всему, мы мечтаем обо всем. И когда мы дети, вся наша жизнь это сплошная игра, это сплошное творчество. Но затем наступает день, приходит кто-то и говорит, все, все, успокойся, успокойся, это неправильно. И мы тогда не понимаем. Ребенок не понимает, думает, что же такое, ну я это просто я, я веду себя вот неприсущим. И вместо того, чтобы развивать в ребенке это чувство, ради порядка, ради дисциплины или чего-либо еще, мы вызываем у них чувство вины за то, что вот они делают, за то, что они проявляют сами себя. И это следует за нами, и уже когда мы становимся взрослыми. Мы начинаем идти на компромиссы во всем, что мы делаем в жизни. И мы решаем, ну если я не могу делать то, что я действительно хочу, ну что ж, тогда я вот буду делать это, может это вот как раз и получится. Но дело в том, что вот так случилось со мной, так происходит со многими людьми, что вот если вы живете именно так, если ваша жизнь это компромисс, то в конце концов вы просто сгораете. Вот как раз пример того, о чем я говорил, вот ребенок. Вы ребенок, вы хотите быть рок-звездой. И вы говорите, вот я стану рок-звездой. И родители вам говорят, кем? Рок-звездой? Ты че смеешься? Они им говорят, слушай, ну это совершенно нереалистично. Может быть было время, когда ваш папа хотел быть рок-звездой, но у него ничего не вышло. И вот когда вы это говорите, то все его чувства поднимаются в нем. И он это проецирует на ребенка, на мальчика. На самом деле, папа пытается защитить своего сына. Он не хочет, чтобы ребенок разочаровался в жизни, он просто хочет, чтобы ребенок стал реалистым. Но на самом деле, отец как бы передает сыну, ты не сможешь стать тем, кем ты хочешь быть. И постепенно ребенок начинает чувствовать себя виновным просто за то, что он хотел быть самим собой. Подумайте о себе. Если вам постоянно говорили, ты не можешь делать то, что ты хочешь, ты не можешь быть тем, кем ты хочешь, то как бы себя чувствовали? Вы бы чувствовали себя вот так. Нет, конечно, вы бы не стали это выражать, потому что выражать так это неправильно. Но вот это недовольство, оно будет жечь вас изнутри многие годы. И самое страшное это то, что сгорает вот это ваше даже желание, просто вот эту свою страсть хотя бы как-то поддерживать. Потому что это слишком больно, ведь вы уже знаете, что это вас никуда не приведет, вас научили. Но это неправда. Это неправда. Вам нужно просто избавиться от всего этого шума, который кто-то вложил в вашу голову. И создать для себя ту систему представлений, которая дает вам силу. Но дело в том, что вот то, как сейчас все устроено, мы просто культивируем вот таких отчаявшихся, расстроенных взрослых. Потому что очень редко бывает так, что вот то влечение, которое есть у ребенка, культивируется и развивается, и длится всю жизнь. Сейчас мы сделаем перерыв, но у меня для вас есть задание на этот перерыв. Мы сегодня говорили много об этих ограничивающих нас представлениях, которые восстанавливают нас на нашем пути. И я сейчас хочу попросить вас подумать о своей большой мечте, о том, чего вам больше всего хочется. И вот когда вы будете об этом думать, обратите внимание, какой голос вы услышите. И что этот голос будет вам говорить? Он будет вам, может быть, говорить, ты не сможешь, ты не знаешь как. И вот когда вы будете это слышать, вот во что вы верите? Вы верите этому голосу? И каким образом этот голос останавливает вас? Вот что вы слышите каждый день, что мешает вам действовать, чтобы вот получить желаемое? Поэтому сейчас мы сделаем перерыв на 30 минут. Пожалуйста, подумайте об этом. Потому что когда мы вернемся, мы в деталях поговорим о законе притяжения. Но, более того, мы поговорим о том, как избавиться от этих внутренних голосов. Как навсегда избавиться от этих ограничивающих, мешающих нас представлений, чтобы они уже больше никогда нас не беспокоили. Пожалуйста, наслаждайтесь перерывом. Спасибо. Спасибо.